Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уизмен. Сегодня понедельник, и в кой веке мы с Алиской сидим за одним рабочим столом. Алиса сейчас будет шить платье. Изучает, как вставить нитку. Я вот тут поставил еще монитор, чтобы как бы развлекать нас. Это работа, это моника для развлечения. Это Алиса, изучающая, как вставить нитку в швейную машинку. Это гороша, которая ждет, когда с ней погуляет. Мы с Алиской начали смотреть новый сериал под названием «Озарк». Да? Да. Озарк! Там играет чувак, который, блин, где только не играл. И самая, наверное, для нас запоминающаяся его роль, это задержка в развитии сериал. Что-то я не помню, сколько там, 5 или 6 сезонов. Мы все... Больше. Может даже больше, может даже 7, а может даже еще больше. Потому что он коротко такой, короткоформатный, что ли, по 20 минут серии. Очень классный. Вот. Сидим, смотрим первую серию. Она такая, конечно, специфическая. Ну, она уже захватывает. Интересно, что будет, что он сделает. И вот узнав это, обалдеть! Гороша, ты... Хватит пищать. Мы только что покушали чай с нашими топниками. Жвачку жую. Знаете, я в школе. Орбит мог сжевать. Ну, не то, что мог, а скорее всего, так было каждый день. Я сжевывал по упаковке в день. Я ходил к стоматологу. У нас был наш семейный стоматолог. Ну, всю жизнь так получилось, что родственники стоматологи. Вот. И мне говорили, у тебя вообще идеальные зубы. Вообще просто прям все по кайфу. Я приходил, ничего у тебя нет. Не кариеса, ничего. Но при этом я в школе в 10-11 классе заработал себе первый гастрит. Я не думаю, что жвачка... Я кушал хот-доги. Каждый обед я кушал хот-доги. У нас в столовой продавались. С сосиской, с вот этой корейской морковкой. Я обожаю корейскую морковку. С кетчупом, с майонезом, но морковка была острейшая. Кажется, что это ты не в сухомятку ешь, но на самом деле в сухомятку. Это неприятная штука. Специфическая боль в желудке. Никому не советую. А вот жвачку мы сейчас строго с Алисой жуем. Ну, не знаю, максимум, наверное, максимум 10 минут. Ну, естественно, сейчас уже нет такого, что типа пачку в день сжевать. Че, зачем? У нас продолжается стирка. Я уже не знаю, сколько уже стирок прошло. А Алиса говорит, что штук 5 уже. Штук 5 закладок было. Сколько электроэнергии мы потратили? Обалдеть. Отслушиваю альбом, который скинул мне Тоха для прослушивания. Тоха, он же Антон Ноуфок. Он же человек, который пнувший меня и заставивший создать группу Checkout собрать. Так что это наш друг омско-питерский из давних-давних времен. Так вот, скинул группу. Послушай, говорит, гранжевый кайфовый альбом. Включаю, слушаю, такой, да, блин, прикольно, прикольно. Не смотрел даже ни название, ничего. Потом смотрю, блин, дальше Сизер. И потом такой, елки-палки, Сизер это одна из, наверное, любимых групп одного из наших басистов, который остался в памяти надолго. Дима. Дима Ямицу. Ну, к тому, что есть басисты, которые у нас оставались с Темой, ну, блин, там, на 2, 3, 4, может быть, репы. А с Димой мы отыграли много концертов. Вот, Димас, любитель вот такого, такой музыки. Альбом называется Poison the Parish, наверное. Как-то так. Идем под башенным краном прямо. Это очень опасно. Ты знаешь, что есть такая примета, что кто пройдет под башенным краном, тот придет в магазин и купит продукты. Знаешь? Ага. Так вот она и работает. Мы сейчас так и делаем. Мы идем в большой магнит. Ветер дует, блин, дурацкий. Вот. Идем в большой магнит, чтобы купить продукты для сока. Сейчас расскажем, что за сок, что, почему и вообще. Почему Миша захотел сок? Да. Короче, тема такая, ребята. Кто хочет, кто с нами, тот может поступить в паблик, который в описании. Суть! Мы хотим для себя какой-то такой челлендж, что ли, прийти. Хотим три дня пожить на соках и на смузи. Только соки, только смузи, только хардкор. Это было обычная идея. Я очень хочу это дело. Прямо почувствовать, что будет. Ну да, просто мы в последнее время очень много стали пить кофе. И что-то как-то все равно всякие кафешки. И там соль, масло. И, короче... Хочется очиститься. Детокс, типа. Детокс. Ну, типа того, да. Не, ну обычно, правда, когда ты, типа, на соках, на сырых овощах, то через несколько дней или недель у тебя восприятие вкуса немного меняется, короче. Вот. Короче, хочется опять, да, все описывать. Мы все это начинаем в среду. Кто с нами, тот реально в паблик поступайте. Будут вступительные экзамены, чтобы все прошли. Завтра мы расскажем о них. А сегодня мы сделаем... Подожди, мы сейчас купим продукты. Мы не будем говорить, какие, но мы сделаем один из соков, который вот прям вот... Я очень хочу, мы просто его отведаем, подготовимся. Короче, мысль такова, что во влогах мы особо это показывать не будем, дабы не раздражать людей. Вот. И... То есть вы... Ну, ну, ну... Ну, вот эта группа будет... Группа же вконтакте? Да, да, да. Да, типа, кручите все свои, и чтобы все друг друга поддерживали, так сказать. Только те будут, кто хочет и кто будет участвовать. Да. Без зевак. Вот. А во влогах мы рецепты не будем показывать, ну, а сами соки-то вы увидите. Да. Ну, первый сок будет баклажанный, а второй перечный, огуречный, а третий арбузный. Бананоеды, а ну, бегом в магниты по 34 рубля бананы. Шикарно, лафа вообще, бесплатно раздают. А я уже сегодня купил. Имбирь, имбирь. Имбирь. Ну, все, дуем на кассы. За пакет, что? О-о-о-о-о. О-о-о-о. О-о-о-о. Вот он, живительный сок. Ох, сейчас нужно его размешать как следует. Я это разолью до конца. Гороша в наше отсутствие попользила Алискин тапочек. Первый раз. Вообще. За все время она что-то вообще погрызла. У нас челлендж. Я же уже помешал. Ну, ничего. А, ты соломкой будешь? Конечно. У нас челлендж. Попробуй, выпей и не сморщся. Не сделай кислую рожу, потому что, возможно, там будет... А, уже хочу попробовать. Давай быстрее. Постер, да пробуй уже. Ты с одна сейчас будешь. Ты хотя бы немножко помешай. Прикольно. Да? Да. Я думаю, кислого, вообще кислого нет. Ну, мне попался, да? Горький он. Жгучий. Попробуй сверху выпить. Да прям возьми тут, попей. Такой же. Пена, видимо, жгучая. Попробуй так. Без трубочки. Ну, да, горьковатая. Не горьковатая, а жгучая. Короче, прикольно. Короче, пьем. Не, я только готова это, правда, пить. Офигеть, но вообще он очень интересный. Не просто какой-то сок. Тут шесть ингредиентов. А вот в него можно еще добавить банан. Что, серьезно? У меня вообще нормально. Вообще. Поджигает прям капец. В него можно добавить что еще? Банан и апельсин. Помнишь? Ну, это будет смузи. Это смузи будет, да. А это сок. Ну, у кого... Блин, мне очень обжигать было. У кого гастрит, тому вряд ли можно вот так. Ну, без подготовки, наверное, нет, да. Офигеть. Я поллимона, получается, пью, да? Нет. Четверть лимона. Он вообще не кислый. Поллимона на двоих. С кожурой, с цедрой полностью. Ну, с соком цедрой. Кстати, поэтому еще горьковато. Ну, все равно есть привку в горечку. Я вот имбирь жгучий прям очень. У меня сегодня ничего нет, мне хорошо. А ты еще не выпил, я уже почти допил. Ваше здоровье, ребята. Действительно, ваше здоровье. Мне даже напоминают немного морковь. Хотя там нет морковь. Но. Но в нашем челлендже, я думаю, морковь куплю. Самое дешевое. Пойдем смотреть этого. Озрака. Озарк. Озарк. Самое дерьмовое во всей этой истории это... Теперь... Бытье. Да, все это дело мыть. О-оу. Сейчас вот у родителей Алискиных, сейчас вот в компост какой-нибудь кинули, там, компостную яму и всякое такое. И у моих тоже. И у моих тоже, да. У кого огород, ребята, обращайтесь. Сейчас вам накидаем. Я вижу немножко от лимона. Прям каша, можно покушать. Братишка, я тебе покушать принес. Не, на самом деле, после яблока и после морковки в печенье я добавляла. Да. Да, да. Алиска начала шить уже полноценно. Неужели? Неужели? И основательных базово. Чего говорю вообще? Чего несу? Дей? Дей. 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 Получается? Да. Все по плану? Почти. Почти. Это вот он. Да. Да. Как он? Дублерин. Дублерин. О, нифига себе. Его вообще ничуть не понял. Чего ты его не понял? Офигеть. Ну почти его не ощущаешь. Ну. Так и его. Капец. Я думал, он прям будет. Ощущается, ощущается, конечно. Да, офигеть. Но он очень тонкий. Алиса, заходи. Я вообще в шорт этом. У Алисы полноценная примерка. Короче, оно большое мне не надо оказать. Нужно что-то еще придумать здесь. Ну типа. Потому что она прям вообще огромная. Резинку типа приталить. Да, скорее всего, да. Ну или не приталить, а вот там. Это же не талия, я понимаю. Не знаю. Может, сушью. Да? Сейчас надо посмотреть, да. Ну вообще круто. Ткань флюора. Вот так вот, ребята, и зарождаются супермодельеры. Сначала делаю дома платье, а потом на весь мир. Что вы мне сказал? Понял? Я-то понял. У тебя на мазь это? Не-не, я стер. Да, у меня мазь это. Короче, все, ребята. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. И еще раз. Внимательно. Ссылка в описании на паблик или группу ВКонтакте. Переходите. Вступайте. Только те, кто хочет участвовать в нашем трехдневном соковом марафоне. Смузином. Да. Соково-смузином. Все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok